Телерадиоканал Страна ФМ, новости науки и технологии в студии Влад Кутузов, Валерия Майорова и мы не одни здесь. Да, как мы обещали, друзья, науки и технологии прямо сейчас начинаются. У нас в гостях, ну, наш хороший знакомый уже, можно же так Евгений говорить, да? Евгений Долгова, кандидат исторических наук, доцент, заместитель руководителя Центра междисциплинарных гуманитарных исследований РГГУ. Правильно всё я сказал? Да, спасибо. Спасибо, очень приятно. Евгений, получается, да, что вы у нас совсем недавно были, и мы говорили, говорили, говорили вот так вот с запоем, да, и не успели даже, мне кажется, даже половину проговорить. Поэтому родилась такая необходимость повторить. Ну что, давайте начнём с... Давайте назовём так, значит, учёные 20-е, 30-е годы, часть вторая, да, примерно так? Да, да, будет замечательно, потому что говорить мы будем о других сюжетах сегодня совершенно. Да, 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 я просто думаю, что вот есть же люди, которые в тот раз вообще нас пропустили, поэтому давайте... Предлагаешь повторить? Нет, я вам предлагаю всё-таки дать небольшую вводную. Как менялся портрет российского, вернее, советского учёного вот после революции 17-го года? Хорошо, если мы говорим, продолжая предыдущий наш диалог, то мы можем сказать о том, что, конечно, у нас революция и Первая мировая война оказали колоссальное влияние на научное сообщество в 20-е, 30-е годы, и, в принципе, на весь интеллектуальный ландшафт 20-го века, в том числе. Мы говорили о том, что наука получила плановый характер, о том, что она стала централизованной. И сегодня, я думаю, что нам лучше всего раскрыть тему о том, как учёный стал научным работником. Эта тема перспективная, интересная, она раскрывает квалификационные характеристики, возрастные, гендерные и прочие-прочие-прочие замечательные сюжеты. И ещё интереснее мы будем говорить о социально-демографических характеристиках научного сообщества. Евгений, мне кажется, это прекрасно. А мы вас, если что, подхватим, если у нас получится. Давайте прям ответим на этот вопрос, как всё-таки учёный стал научным сотрудником, как продолжалась эта трансформация. Да, если мы говорим о том, как учёный превратился в научного сотрудника, мы должны учитывать, что, прежде всего, после начала Первой мировой войны изменилась наука. Она превратилась из частного занятия в развитую индустрию. Она потребовала перестройки. Этот процесс потребовал перестройки инфраструктуры, создания лабораторий, объединения коллективного труда. Прежде всего, труд учёных стал финансироваться. И появилось такое понятие, как кадровые характеристики, то есть штаты, научные штаты, научные кадры, платёжные единицы, если мы говорим иначе. То есть учёный стал тем работником, которые стали платить зарплату за то, что он исследует какие-то актуальные, важные, прикладные сюжеты для государственного строительства, для насущных, актуальных задач и так далее. Слушайте, а ведь вообще исследовали совершенно потрясающие, фантастические вещи поначалу. Конечно. Знаете, вспомнила Стругацких, вот этот вот фильм «Чародеи», который показывает каждый Новый год. И там научные сотрудники, ну и ну, агентство чудес. Слушайте, а действительно вот приближен этот сюжет к реальности? Действительно какие-то чудеса пытались извлечь наши учёные из каких-то, я не знаю, сюжетов, может быть, народного творчества? Нет, ну безусловно, и тем более, если продолжаем линии прошлой передачи, мы говорили о том, что поначалу наука, большая наука, так называемая развитая наука, наука как развитая технология, она носила совершенно неожиданные, приобретала совершенно неожиданные формы и носила иногда даже какие-то фантастические, несла какие-то даже фантастические идеи в своём развитии. Мы говорили о пересаживании голов собакам, о поиске бессмертия, о продлении человеческой жизни, телепатии и прочих замечательных вещей. И, конечно, на протяжении всего XX века эти поиски в том числе продолжались. И, конечно, замечательная повесть Стругацких, понедельник начинается в субботу, которую вы имеете в виду. Естественно, это тоже такое отражение наукосцентистского импульса эпохи, такое внимание к миру учёных, внимание к большим фабрикам производственным, производственными отделами. К научному сообществу, к отношению внутри этого научного сообщества и прочим замечательным вещам. Слушайте, а вот вопрос у меня немножко мимо темы, может быть, ну просто интересно. На вот эти вот странные опыты, назовём их так, да, в то время, да, это 20-30-е годы, условно говоря, это было тенденцией такой, или это всё-таки какие-то единичные такие вкрапления редкие были? Вы знаете, можно сказать о том, что, конечно, это был, наверное, скорее такой мечтательный импульс эпохи, когда действительно хотелось завоевать пространство, покорить время, получить бессмертие. Но мы можем говорить и о том, что всё-таки это какие-то крайние формы, крайние формы научного знания, которые трансформировались в нормальную науку, если мы берём её в кавычках, вот в терминах куна. И да, единичные, но очень интересные. Я почему спросил, потому что, ну, обычным-то людям пересаженная голова куда интереснее, чем теорема Пифагора. Я, извиняюсь, с тобой сравниваешь, понимаете, да? Безусловно, возможно, возможно. А если она ещё, так сказать, хорошо после всего этого функционирует вдруг, то хорошо вдвойне. Так, я предлагаю нам сейчас ненадолго прерваться, а потом мы вернёмся к нашей беседе и уже прям обстоятельно пройдёмся от этого. Друзья, на телерадиоканале «Страна.ФМ» продолжается программа «Наука и технологии». И сегодня нас в гостях ещё раз напомним, кандидат исторических наук, доцент, заместитель руководителя Центра междисциплинарных гуманитарных исследований РГГУ Евгения Долгова. Ну и продолжаем, да, о чём мы начали говорить сегодня. Ну и продолжаем, да, мы всё про научных сотрудников, сейчас подходим к ним вплотную. И так вот, в определённый момент поток, как вы сказали, хлынул лавинообразно. Откуда взялись эти люди? Да, да. Дело в том, что мы можем говорить о том, что в конце 20-х годов мы фиксируем резкое увеличение количества научных работников. Ещё больше их становится к концу 30-х годов. И действительно, это уже не те, скажем так, разрозненные научные кадры, которые мы наблюдаем в начале 20-го века. Действительно происходит какое-то лавинообразное поступление научных работников. Откуда они взялись? Дело в том, что, как ни странно, коренным причину здесь можно найти в обстоятельствах гражданской войны военного коммунизма. Дело в том, что в период военного коммунизма было введено финансирование научных работников и обеспечение их по особой продовольственной норме. И, в частности, тот, кто можно было получить продовольственный паёк и денежное обеспечение, если ты стал научным работником. То есть, как сейчас сказали, заманивали плюшками? Ну, по сути, да. По сути, да. Усиленными пайками. Тем более, если можно было записать несколько человек себе в лабораторию, если они могли быть в лаборатории, то, конечно. Но, безусловно, мы не можем говорить, что в лаборатории можно было в научную записывать кого угодно или людей с улицы. Нет, безусловно. И здесь мы подходим к такому понятию, как «что такое научный работник» или «кто такой научный работник». И существуют совершенно разные подходы к этому. Например, есть функциональный подход, который предполагает, что научный работник – это любой человек в ВУЗе либо научном учреждении, который занимает особую должность научного работника. И по факту он им и является. Другой подход, на мой взгляд, более правильный и более разумный – это квалификационный подход, который считает, что любой научным работником является лишь тот, кто соответствует определенной научной квалификации. В частности, имеет определенное количество научных трудов, имеет защищенную научную степень, возможно, научное звание и в любом случае как-то характеризует себя в квалификационном отношении. Грубо говоря, он всем доказал, что его мозг особенный. Да, да. Ну, потому что скорее в рамках 20-х годов, что он пригоден к научной работе, что он пригоден к исполнению той или иной научной функции. Потому что принеси, подай, там, я не знаю, пробирки какие-то, каждый может. Да, я хотел спросить, то есть не было такого, что в науку пришли люди бездарные, скажем так, которые пришли за какими-то приятными бонусами, да, вот за этими плюшками, как мы их назвали, да, но совершенно непригодные к науке? Нет, безусловно. Или все-таки были такие случаи? Это относило в какой-то степени, может быть, и экстенсивный характер, не вполне количественный, не вполне качественный. Особенно это касалось так называемых нижних категорий. То есть существовала категория А, выдающиеся ученые, существовала категория Б, заслуженные ученые. Существовала так называемая категория В, к ней относились молодые, начинающие ученые, иногда у них не было даже публикации. Но они очень хотели быть учеными, очень к этому стремились, и, как правило, были прикреплены к какой-то лаборатории или к какому-то производственному отделу, и, ну, и по заполненной анкеты их относили к таковым. Но иногда к их функциям относилось то, что вы назвали носить пробирки, да, в том числе. То есть это был такой вот младший научный вспомогательный персонал. Евгения, а вы же нам расскажете, какие анкеты они заполнили, не интересно просто. Анкеты. Давайте об этом вот попозже как раз. Хорошо, мы сейчас приверемся, друзья, и к вам вернемся очень скоро. Это «Наука и технологии» на телерадиоканале «Страна.ФМ». У нас в гостях Евгения Долгова, и наш прекрасный разговор прямо сейчас возвращается сюда в эфир. Итак, мы остановились на анкетах. Я так понимаю, что там была такая достаточно хитрая система, чтобы точно понять, обладает человек, так сказать, навыками, да? Навыками научной работы или нет? Да, действительно. Но нужно отметить, что анкеты возникли не случайно. Анкеты возникли в так называемой Центральной комиссии по улучшению быта ученых, которая не могла выдавать пайки просто так, и она просила подтверждения о том, что человек действительно является ученым. И, в частности, с 1921 года действительно был сформирован. А ученые, в свою очередь, извините, они как раз были заинтересованы в том, чтобы правильно эту анкету заполнить, ее подать, и чтобы их действительно отнесли к научным сотрудникам. И таким образом мы имеем отличный комплекс статистической документации, который можно обрабатывать, чудесно составлять разрубочные таблицы, их анализировать какими-то статистическими методами. И мы получаем то, что по факту вот эти социально-демографические характеристики. Итак, что учитывала анкета? Анкета, безусловно, учитывала возраст, количество научных трудов, гендерных, ну, то есть мужчина либо женщина, семейное положение, как ни странно, то есть находился ли у ученого на иждивении кто-то из членов его семьи. Потом она учитывала его стаж работы в научном учреждении, его должность до революции. И позднее она учитывала его социальное происхождение и национальность. Вот такой интересный вам момент. Если вот вы все не против, я предлагаю вот гендерную тему немножко глубже затронуть, потому что правильно ли я понимаю, да, до определенного момента у женщины до 17-го года революции не у всех было даже образование. А тут, получается, женщины раз и хлынули в научные сотрудники. Что это за женщины? Ну, если мы говорим о женском вопросе до 1917-го года, то вы совершенно, в принципе, правильно сказали о том, что у 30% женщин не было даже начального образования. Скажем так, было только начальное образование. А количество женщин с высшим образованием равнялось там 0,0 и 0,01%. Дело в том, что женское образование до 1917-го года существовало только в виде негосударственного высшего образования. Нет, существовали курсы, высшие женские курсы, профессоры Гирьей, так называемые Бестужевские курсы. Существовала возможность для женщин учиться за границей, в частности, в Швейцарии, либо во Франции. Они их очень любили в Сорбонне. И, кроме того, существовал комплекс негосударственных учреждений в России, такие как, например, Психоневрологический институт, Институт Шанявского в Москве. Там действительно женщины могли учиться и получать что-то типа диплома. Но проблема заключается в следующем. Дело в том, что если мы оцениваем качество женского образования до 1917-го года, то мы можем сказать о том, что, наверное, высшие женские курсы давали образование примерно в объеме мужской гимназии, не мужского университета. То есть, по факту, женщина, выходя из высшего учебного заведения, не имела навыков научной работы. Евгения, а почему было такое разделение, такое ущемление вот этих вот образовательных прав, скажем так? Нет, образовательных прав, ну, во-первых, это было общее место того времени. То есть, женское образование в целом, если мы вспоминаем 1968 год, например, и прекрасную Симону де Бавуар, которая в своей книге «Второй пол» о Сарбоне писала, что каждая из девушек, которая получает диплом Сарбонны, крадет его у мужчины. То есть, во-первых, существовало квотирование. Зачем женщине образование? Она же должна замуж выйти и визитировать. Действительно, зачем женщине образовать? Это мы шутим сейчас, люди, это мы несерьезно, засловно. Зачем тратить какое-то место, действительно оплачиваемое государственное, на женщину, если оно и, в принципе, не понадобится? Женщина должна учиться танцам, женщина должна учиться французскому языку, английскому языку, этикету. Готовить? Простите. Нет, нет. Готовили? Нет, не гувернантки. Ну, если мы вспоминаем Елену Малаховец, чудесную поваренную книгу, то там есть замечательные рецепты, которые начинаются так. А если у вас есть меньше четырех человек-прислуги за это блюдо, не беритесь. Вот так. Вот так. Это прекрасная точка, вернее, прекрасная запятая. Мы сейчас ее поставим, друзья, через некоторое время к вам снова вернемся. Ну что, я предлагаю прямо сейчас, далеко не уходя, продолжить про наших прекрасных женщин. К большому сожалению, тема, что вы, вернее, должны хорошо готовить, не прошла. Да, поэтому давайте о чем-то угодно. Нет, мы можем хорошо готовить, но мы хотим реализовать себя в профессии. Но речь сейчас совершенно не о нас, а о женщинах 20-30-х годов, которые вдруг внезапно стали научными сотрудниками. Как так получилось? Как произошла такая трансформация? Вы знаете, она произошла очень интересно. Дело в том же, что перед перерывом мы говорили о том, что женщины умели лучше всего. И лучше всего, безусловно, они знали языки, они знали английский, французский языки, они знали, как вести себя в высшем обществе. Танцы. Да, но танцы не пригодились, к сожалению. А вот языки очень даже пригодились в 30-е годы. Дело в том, что все прекрасные женщины и дворянки, которые до этого учились на высших женских курсах, в пансионах благородных девиц, пошли преподавать в советские вузы. И преподавали они с большим успехом иностранные языки. Действительно, потому что среди рабочей крестьянской молодежи не было тех, кто эти языки мог преподавать. Но им они должны были их учить. И в том числе для научной карьеры. До революции считалось нужным знать несколько иностранных языков в совершенстве ученым. А у них же, наверное, блестящее было произношение, потому что если особенно они учились за рубежом, они учились за рубежом, многие учились в Швейцарии, они учились во Франции. Чистейшее произношение, знание языков, литературы. И все это, безусловно, им пригодилось. Но, наверное, не так, как они планировали в своей жизни. А причина была простая. 1914 год, 1917 год, который изменил социальное положение многих из них, экономическое положение. И женщины оказались волей судьбы, если мы грубо так скажем, вовлечены в производственную сферу. Они оказались перед необходимостью зарабатывать. И порой они оказались без попечения своих мужей и братьев, сестер. Но это потому, что после войны. Я правильно понимаю, что некоторые мужья и братья, они просто не вернулись? Безусловно, они не вернулись. И плюс мы должны помнить о том, что 1917 год лекализовал разводы. И многие женщины остались без попечения. Да, вот скажем так, произошло отделение церкви от государства. И практика разводов стала очень популярной. И многие женщины оказались в одиночестве. И вообще они такого не ожидали и не предполагали. Я подумал, тяжеловато людям жилось-то до 1917. Слушай, ну а после 1917? Некоторым. Нет, а 1917 года, безусловно, тоже были разводы. Но они должны были быть санкционированы церковью. Это долгая история сложная очень. И прочее, прочее, прочее. Там всякие уважительные причины надо было доказать. Конечно, конечно. Так, ну вот женщины пришли в науку. И я так понимаю, что прям каких-то грандиозных сразу прорывов у них там не случилось. Ой, Секуч, а можно я прерываю? Мне просто интересно, вот по ходу вопрос. А есть ли какая-то статистика, процентовка, что называется? Сколько было женщин, сколько было мужчин в науке в то время? Да, да, безусловно. Какое соотношение? Я хочу говорить о том, что если на конец 1929 года примерно 15 тысяч научных работников по РСФСР, то, скорее всего, около 18% из них только женщины. И женщины сосредоточены в категории так называемых начинающих работников. То есть тех, у которых иногда даже нет ни одной публикации. Если мы берем статистику 1937-1938 года, то там статистика уже другая. Женщин становится несколько больше, 20%, то есть они действительно растут. Но они также являются скорее исполняющими обязанностями. То есть какие-то лаборанты, да? Младшие научные сотрудники. И даже, может быть, исполняющие обязанности младших научных сотрудников. А давайте поговорим, в каком году наступил прорыв-то, когда женщины освоились и стали делать открытия прям за открытиями. Хорошо. Хороший вопрос. Валерия, любите вы? Неожиданно вернуйтесь. Нет, 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 действительно очень интересно. Действительно же много наших было. Но мы должны сказать о том, что, конечно, безусловно, яркие женские имена были и в первой половине XX века. Это, например, Лина Соломоновна Штерн чудесная. Мария Павлова, женщина-палеонтолог. И прочие-прочие замечательные дамы. Даже, например, жена Владимира Ильича, Надежда Константиновна Крупская, первая доктор педагогики. И даже в Академии наук она у нас была. Но говорить о том, что женщины заняли какие-то серьёзные должности, наверное, это только послевоенный период. И тоже в силу определённых обстоятельств, конечно, демографического провала мужского в этом отношении. Так, ну хорошо. Раз про женщины мы пока немножко отодвигаем эту тему, давайте поговорим о... Я не согласна? Нет, как хотите. Я просто хотела поговорить, что хлынули ведь все-все-все из странного содружества, да, Советский Союз был. То есть, получается, не только наши граждане занимали должности, но и из ближайшего СНГ, допустим. А, да, я поняла вас. Смотрите, вы вышли на очень интересную проблему. СНГ по нынешним временам. Да, 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 здесь... Ну, так, я на всякий случай, знаешь, вдруг тебе кто-нибудь поверил сейчас. Национальных окраин. Я на лянцах объяснила, что я хотела спросить. Национальных окраин. Дело в том, что если мы говорим про 20-е годы, то, конечно же, советская власть поставила замечательное знамя, что у нас есть несколько угнетённых. У нас есть угнетённая женщина, у нас есть угнетённая национальность, у нас есть угнетённый осяк, ребёнок и прочие замечательные вещи. Так вот, действительно, угнетённая национальность, советской властью действительно была изыскана. Их было несколько. И прежде всего, конечно же, второй поток, о котором мы должны сказать вместе с женским, тот, который пришёл в науку, это поток национальности евреев. Дело в том, что до 1915 года существовала так называемая черта постоянной еврейской оседлости. Существовала она довольно долго, с 1791 года, то есть почти два столетия. Что она предполагала? Дело в том, что, согласно правилам еврейской черты оседлости, евреи могли проживать только на определённой территории. К ней относились, например, территории современной Белоруссии и современной Украины. В городах больших, крупных, тем более в столицах, могло проживать лишь определённое процентное количество евреев. И кроме того, они не могли заниматься рядом профессий, и только определёнными. В частности, они не могли заниматься торговлей, они не могли учиться в университетах. Например, в столицах могло обучаться не более 3%, в других городах не более 5%, а даже на территории черты оседлости в университетах могло учиться не более 10% еврейских студентов. И их проблемы действительно существовали. И, конечно, революция, дело в том, что в 1915 году в силу военного положения черта оседлости была снята, потому что это была прифронтовая территория, и им разрешили переселяться. А 1917 год отменил её, и, скажем так, евреи действительно получили возможность прийти в науку. И их много. Они занимают второе место уже в науке, и это очень сильный, яростный и талантливый поток. Это вот в то время после революции? Вы об этом сейчас говорите. Ну что, прервёмся ещё ненадолго? Друзья, наука и технологии на стороне ФМ совсем скоро продолжится. В гостях у нас, напомним, Евгения Долкова. Итак, друзья, мы продолжаем. У нас потрясающая увлекательная беседа, и много всего, опять фактов, всё в голове роится. Вот скажите, пожалуйста, а вот те учёные, которые не хлынули новым потоком после революции, а были до революции, какая судьба была у них? Они как-то так аккуратно подвинулись? Или они вообще ушли в лес без шапки и сказали, да ну вас... Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, судьба у них была очень интересная, потому что в 1918 году у нас произошло одно событие, за которое советскую власть очень ругают. Дело в том, что в 1918 году был принят декрет об отмене степеней и званий. И были практически аннулированы дореволюционные степени, научные степени званий. И в частности, звание приват-доцента и звание экстраординарного и ординарного профессора. И все преподаватели высшей школы были разделены на преподавателей и профессоров. И более того, потом даже какое-то время, до 1934 года, у нас не существовало ни диссертаций, проводились только неофициальные научные диспуты. В частности, один из них защитил Петерим Сорокин перед самым своим отъездом за рубеж. И только в 1934 году у нас вернула и старая система квалификации научных кадров. У нас появились привычные нам доктора и кандидаты наук. И с этого момента уже система существует. Но вот все-таки дореволюционные ученые, они вот после 1917 года, что они массово вступили в партию? Или на каких условиях? Нет, в партию они, как ни странно, не вступили. И более того, если мы смотрим статистику по ученым, по сценодемографическим характеристикам их на конец даже 30-х годов, мы отмечаем, что в партии состояло всего 6% научного сообщества. И, как правило, это были представители общественных дисциплин. Это были не медики, не представители каких-то индустриальных наук. Это были философы, экономисты, то есть те, кому и нужно было состоять в партии на тот момент. Вообще, это очень странная штука. Мне казалось, что наоборот, да, ну как, вот даже в Советском Союзе, там, 70-е годы, да, 80-е отчасти, ты должен вступить в партию, а потом уже тебе дадут возможность сделать карьеру, развиваться и так далее, и так далее. Вы знаете, да, да, расхожесть тереоптип такой существует, но даже, например, если мы берем Юрия Валентиновича Кнорозова, который защитил свою кандидатскую диссертацию как докторскую, такой один из уникальных случаев, он не состоял в партии. И это было в 50-е годы, то есть далеко не всегда. Да, я в своей работе не отмечала случаев ограничений для ученых, которые не состояли в партии. Они защищали кандидатские степени, они защищали докторские диссертации, они получали ученые звания, доцента, профессора, и можно было не состоять в партии. Они были нужны, потому что... Да, да. Слушайте, так, про ученых уже поговорили, а вот молодые, так сказать, умы, поиск самородков, он как производился? То есть просто клич бросали куда-то, все-все-все, кто сильно соображает науки, приходите, будем строить новую жизнь. Ну, в какой-то степени вы правы, потому что существовало так называемое понятие мобилизации в науку. Это замечательная такая тема. И в частности, например, в 1921 году был создан замечательный институт красной профессуры. Хорошее учебное заведение, которое готовило преподавателей для высшей школы. И должно было готовить оно их из рабочей и крестьянской среды. Ну, так хотелось. На самом деле, конечно, порой, ну, даже крестьян, порой под крестьянином скрывался, ну, в частности, там учился, там преподавал Станиславский, сын незаконнорожденного Станиславского, который везде писал, что он из крестьян, но у него просто мама из крестьян была, а сам он был сыном Станиславского. И, в общем, не вполне это соответствует. Своё происхождение скрывали люди, чтобы попасть учиться. Ну, да, можно сказать и так. И как раз рабочая и крестьянская молодёжь в Институт Красной Профессуры её действительно призывали. Это был именно призыв, потому что им было довольно сложно жить в Москве. Но дело в том, какой процент из красных профессоров оставался позднее в науке. Вы знаете, практически единицы, мы можем об этом сказать. Потому что, как правило, красных профессоров после окончания Института Красной Профессуры, они рассеивались в административных перемещениях. Их очень любили ставить на партийные должности. Но в науке их практически не оставляли. Они оставались преподавать только в этом Институте Красной Профессуры. И до 1938 года, до его закрытия, можно сказать, система воспроизводила сама себя. Некоторые из действительно яркие имена остались в науке, но их единицы. Слушайте, ну я вот так вот просто задумываюсь, да, как интересно. Одни не вступали в партию... А другие были готовы. А другие скрывали свое имя настоящее, чтобы пойти учиться. Конечно, конечно. Ну и в целом, вот у нас осталось не так много времени. Давайте сделаем какой-то вывод. В 20 веке как изменился портрет ученого в целом? То есть, получается, все силы страны были направлены на науку как самую важную отрасль? Да, да. В 20 веке ученый стал моложе. Ученому стало... Средний возраст ученого в 20 веке стал 43 года. В 20 веке ученых стало гораздо больше, чем их было до революции. И это было обусловлено тем, что несколько разных разнонаправленных потоков в науку пришли. Женский поток, национальный поток и другие. В 20 веке мы можем сказать о том, что ученый получил разные квалификации. Он смог работать как младшим научным сотрудником, так и старшим научным сотрудником, профессором. И требования к ученым при этом предъявлялись совершенно разные. И функции у них тоже были очень и очень разные. И кроме того, в 20 веке мы можем говорить о том, что ученый стал прежде всего, ну, наверное, функциональной единицей. Он должен был не столько творить, создавать, конечно, должен был, но и выполнять свою повседневную, рутинную научную работу. Вот хорошая точка сейчас. Ну что, у нас осталось буквально 10 секунд. Огромное вам спасибо. Я напомню, что в гостях у нас была Евгения Долгова, кандидат исторических наук, ДЦЭН, заместитель руководителя Центра междисциплинарных гуманитарных исследований РГГУ. Огромное вам спасибо. Евгения, спасибо большое. Ждем вас еще приходить, пожалуйста. Спасибо, очень приятно. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова